Никто не боится импичмента. 23 апреля 2019 года, 16.47. Дмитрий Дробницкий. Политолог, американист. Во втором сезоне американского сериала «Хорошая борьба» есть эпизод, который довольно точно отражает весь спектр мнений, имеющихся в либеральной среде, относительно того, что же делать с невозможным Дональдом Трампом. На дворе 2018 год. Демократы уверены, что вскоре получат контроль над обеими палатами Конгресса. В офисе Чикагской адвокатской конторы появляются женщины-оперативники с Демократического национального комитета и предлагают руководству фирмы подумать над юридической стратегией импичмента президента. Также по теме. Времени на новое расследование нет. Как демократы пытаются использовать доклад Мюллера против Трампа, Минюст США отклонил требования Демократической партии предоставить Конгрессу полный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам. Начинается жаркий спор. Одни говорят, что сговор с русскими не доказуем по определению, так что главу государства следует ловить на лжи под присягой и на препятствование правосудию. Другие убеждены, что Трамп никогда не пойдет на очную дачу показаний, так что и лжи от него не дождаться. А Конституция не позволяет считать помехами расследованию любые действия хозяина Белого дома, соответствующие его полномочиям. Третьи вовсе считают всю затею настоящей, мол, если так хочется победить Дональду, сделать это надо на следующих выборах. Но высказывается и четвертая точка зрения. Она звучит особенно сюрреалистично, учитывая, что дискуссия ведется между юристами. Одна из сотрудниц с жаром доказывает, что 45-го президента США следует судить, и не по формальным основаниям, а честно и открыто, за то, что он расист, сексист, гомофоб и вообще испорченный, дрянный человек. Его отстранение от власти послужит общественному благу, а этот фактор всегда учитывался американской фемидой, так что игнорировать его не сможет даже старший судья Верховного суда. В общем, к черту презумпцию невиновности. Будем катать Трампа за аморалку. Представитель партийного руководства демократов внимательно всех выслушивает и с загадочной улыбкой одаляется, обещав перезвонить. В реальном мире такие споры вспыхивают уже два с лишним года на всех либеральных телеканалах и, как несложно догадаться, в самых разных политических кружках, близких к демократической партии. Публикация полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по большому счету никак на ситуацию не повлияла. После шока, пережитого либералами, узнавшими, что следователи не нашли никаких доказательств сговора Трампа с Кремлем, все вернулось на круги своя. Демпартия, как и в 2017 году, стоит перед вопросом, начинать ли процедуру импичмента по политическим основаниям. За то, что президент – плохой человек. Ключевое слово здесь – начинать. Чтобы запустить процедуру, необходимо заручиться простым большинством членов Палаты представителей. Это сделать несложно. Вряд ли много демократов отважится проголосовать против. И тогда судьба Трампа окажется в руках Сената, где состоится настоящий суд. В качестве арбитра с правом решающего голоса по процедурным вопросам выступит старший судья Верховного суда. Поддерживание обвинения ляжет на плечи группы конгрессменов Нижней Палаты. Защищать президента будут адвокаты. Ну а сенаторы станут присяжными. Для осуждения главы государства потребуется две трети голосов этих присяжных. Собрать столько голосов при нынешнем, да и при любом другом, составе Верхней Палаты нереально. И не только потому, что республиканцы вряд ли захотят злить своих избирателей. Против проголосуют и многие сенаторы-демократы, если только вину хозяина Белого дома – вину ни в чем-то, а в особо тяжком преступлении – не удастся доказать вне всяких обоснованных сомнений. Игра окончена, опубликован доклад Мюллера о российском вмешательстве Министерства юстиции США с незначительными купюрами обнародовала доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве В. Вообще говоря, Мюллер нарушил процессуальные нормы. Прокурор обязан или предъявить обвинение, или полностью закрыть дело. «Нельзя написать 450-страничное сочинение на тему, что я думаю о Дональде Трампе, или о другом имереке, порассуждать о конституционном праве и заявить, что по одному из пунктов он решать ничего не будет». Но многоопытный прокурор счел, что не его это дело, а Конгресса. Говоря точнее, конгрессменов от Демократической партии. Понятно, что все демократы хотели бы, чтобы Трамп вообще никогда не переступал порога Белого дома. Но теперь им нужно принять очень сложное тактическое решение. И согласия в их рядах нет. Казалось бы, что мешает попробовать. Ведь процедура импичмента, даже закончившаяся неудачно, будет длиться достаточно долго и должна негативно повлиять на рейтинг действующего президента. Чем не способ обеспечить агитацию перед выборами 2020 года за государственный счет. Не получится довести дело до конца в Сенате, не беда. Не задолго до дня голосования можно вбросить лозунг о народном импичменте у избирательных урн. Но не все так просто. Практика показывает, что больнее всего импичмент бьет по тем, кто его затеял. В истории Соединенных Штатов процедура отстранения главы государства от власти была запущена лишь дважды. В 1868 против Эндрю Джонсона и в 1998 против Билла Клинтона. Очень часто, говоря об импичменте, упоминают республиканца Ричарда Никсона. Однако он сам ушел в отставку в августе 1974, не дожидаясь формальных шагов со стороны Палаты представителей. Историки до сих пор спорят, что было бы, если бы Никсон защищал свое президентство до конца. Ведь его рейтинг в ходе всего Уотергейта оставался довольно высоким. В 1998-м настойчивость республиканцев в их безнадежном деле против Клинтона привела к тому, что на очередных выборах они потеряли значительное число мест в обеих палатах Конгресса, а спикер Нижней Палаты и главный локомотив импичмента Ньют Гингридж был вынужден подать в отставку. Рейтинг же фигуранта Моника Гейта вырос до таких размеров, что он легко избрался бы на третий срок, если бы не законодательное ограничение. Наезд на Никсона тоже обошелся его противникам недешево. Да, его преемник Джеральд Форд проиграл перевыборы, но не потому, что ассоциировался с Никсоном, а потому, что был слабым кандидатом и неизбранным человеком в Белом доме. Он был назначен Никсоном не задал года отставки. Если бы на партийной конференции 1976 года в президенты был выдвинут Рональд Рюган, он уже тогда почти наверняка стал бы президентом. Ну а демократ Джимми Картер, выигравший у Форта, пробыл на посту всего лишь один срок. Избиратель заменил его на истинного преемника Никсона, Рюгана, в 1980-м. Нынешние лидеры Демпартии разумно опасаются негативных последствий импичмента, да и в целом сведения всего политического дискурса к исправлению ошибки 2016 года. Дело в банке. Как демократы ищут следы иностранного влияния в финансовых документах Трампа, руководители двух комитетов Палаты представителей Конгресса США потребовали отряда банков предоставить информацию по операциям. Какое-то время спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру демократического меньшинства в Сенате Чекушу Меру удавалось сдерживать внутрипартийное распри. Однако после публикации доклада Мюллера раскол оформился окончательно. Так, Пелоси заявила, что призвать Трампа к ответу можно и без импичмента, а один из кандидатов в президенты от Демпартии, сенатор Элизабет Уоррен, потребовала начать процедуру отстранения главы государства от власти незамедлительно. В интервью телеканалу MSNBC Уоррен, отстаивая свою позицию, посетовала на том, что слишком многие в Конгрессе думают о политических последствиях импичмента, в то время как это не политический вопрос, а вопрос принципа. Другие кандидаты-демократы пока не высказываются столь же однозначно, но уже понятно, что в ближайшие пару месяцев им это сделать придется. Это вынужденно была признать Ненси Пелоси. Стоит отдать проверенному ветерану партии должное. Она неустанно маневрирует, пытаясь обеспечить президентским кандидатам и демократам максимально выгодные условия для участия в выборах 2020 и 2024 годов. Ей также приходится заботиться о законодательных перевыборах 2020 года. Если Трамп не только переизберется на второй срок, но и обеспечит республиканцам большинство в обеих палатах, сдержать его станет практически невозможно. Пелоси пытается играть в долгую. Но, похоже, новое поколение демпартии ее уже не слушает. И либеральные медиа постепенно склоняются на сторону молодежи. Политический обозреватель здания «Слейт» Жамиль Боя утверждает, что в 2020-м, в отличие от 1998-го, импичмент можно превратить в политическое оружие. Партийное руководство он обвиняет в сверхоосторожной позиции. По сути дела, это эфемизм трусости. Ему вторит политический аналитик Джулиан Зелайзер. На сайте телеканала CNN он опубликовал статью под броским заголовком «Сейчас не 1998 год». Демократы не должны бояться импичмента. Впрочем, импичмента не боится и Трамп. Когда в ходе пасхальных мероприятий на лужайке Белого дома ему задали вопрос, опасается ли он начала процедуры отстранения его от власти, он коротко ответил «Нисколечко». Причина подобного настроя президента США понять несложно. Нет практически ни единого шанса, что импичмент увенчается успехом. Упорство радикальных демократов почти наверняка разозлит электоральную базу Трампа точно так же, как в 2016-м ее разозлила барская уверенность Хилари Клинтон в своей неизбежной победе. Пелосе не удастся урезонить всех своих однопартийцев, как она это сделала перед промежуточными выборами 2018-го, во всяком случае тех, что участвуют в президентской гонке. Демократы будут жарко спорить, как сотрудники юридической конторы из сериала «Хорошая борьба», и республиканцы будут играть на их противоречиях. Не боятся начала процедуры импичмента и левый ультрас. Вряд ли радикалы свято верят в успех импичмента, и как юридической процедуры, и как политического шоу. Но призывы к нему и диспут с Пелосе, шумерам и другими партийными бонзами – хороший повод обвинить последних в трусости и беспринципности. Главная цель Уорин и других представителей левых ультрас сегодня не спровадят 45-го президента из Белого дома раньше срока, а и захватить власть в Демпартии. Так что боятся разговоров об импичменте, как это ни парадоксально звучит, следует лишь Нэнси Пелоси и Ижа с ней. А еще Джо Байдену, который на днях должен решить, принимать ли ему участие в президентской гонке. Бедная Нэнси. Бедный Джо. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.